МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Семь дней истории». Сегодня мы вам рассказываем об отечественной истории. Меня зовут Елена Вишленкова. Тема сегодняшней программы – культ семьи. Программа посвящена правлению Николая I. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Будущий император Николай I родился в 1796 году. Это был третий сын в семье Павла I и Марии Федоровны. И никто не ожидал, что именно ему предстоит стать императором и проправить 30 лет, управляя Российской империей. Он получил хорошее образование, домашнее. И его готовили скорее к военной карьере. Он умел неплохо рисовать, занимался музыкой, но больше увлекался фортификациями, строительствами, оборонительных сооружений и увлекался инженерными проблемами, инженерными делами. Он жил с родителями в Гатчино. И в отличие от старших сыновей Павла I, Александра I и Константина Павловича, не получил систематического воспитания и подготовки к царскому престолу. Тем не менее, именно ему суждено было стать с 1825 по 1855 год императором всероссийским. Николай Павлович имел красивую внешность. Высокий рост, стройная осанка придавали ему черты, благородство. И, в общем-то, это его внешность отличала его от многих современных ему императорских и королевских современников. Когда он приезжал в Англию, то королева английская говорила о нем как о очень красивом русском императоре. И сам он, надо сказать, любил красивых людей. Когда он посещал Российскую империю и осмотрел кадетские корпуса или университеты, то начальство этих учебных заведений заранее знало, что на первый план нужно выставить высоких, красивых молодых людей для того, чтобы показать красивую нацию, показать успехи учебного заведения. И Николай I лично выделял таких молодых людей, считая, что красота внешняя есть отражением чистоты помыслов и души человека. Он женился в 1817 году на прусской принцессе Шарлотте, получившей в православии имя Александра Федоровны. В этом браке у них родилось семь детей, в том числе будущий император Александр II. Но тогда, естественно, мальчик, получивший имя в честь правящего императора, старшего брата Николая Александра. Надо сказать, что именно этот факт рождения наследника стал, наверное, ключевым для решения старших братьев Александра I и Константина Павловича передать престол в пользу Николая. Потому что ни у Александра, ни у Константина не было мальчиков-наследников, и это был действительно серьезный вопрос преемственности императорской фамилии. Как частный человек Николай I был увлекающимся. Исследователи до сих пор подсчитывают и спорят, сколько было у него фавориток, сколько у него было неубрачных детей. Тем не менее, как император, он был моралистом. Он поддерживал культ семьи, он старался быть заботливым и показательно заботливым отцом, сыном и семьянином. И эти семейные ценности он насаждал среди подданных Российской империи. Многие документы Николаевского царствования, они изобилуют утверждениями того, что, будучи хорошим семьянином, этот чиновник должен быть поощрен. Или утверждениями, что вот интересы семьи, они побуждают сделать поблажку в пользу такого-то или такого-то сановника или чиновника. Казалось бы, этому же культу, наверное, содействовало и то, что Николай I вернул значимость таких коммеморативных мероприятий, ну, таких, как, например, торжественные похороны, миропомазания, такие, как освящение или там венчание членов императорской семьи. Он сознательно создавал вот такой сакральный культ ушедшего из жизни старшего брата Александра, создавая из него образ победителя Европы. И тогда вся царская семья создавала такую преемственность. В его семейной жизни члены семьи играли тоже определенную роль. Во всяком случае, сразу после поражения, восстания декабристов на Сенатской площади он подвел своего старшего сына Александра к членам саперного полка, гренадерам, и поручил им заботиться о своем сыне так же, как они спасли империю в эти такие острые моменты. Во всех этих действиях императора Николая прослеживается желание быть хранителем четких моральных принципов и создателем такой стабильности российского государства. Для него представление о хорошем государстве – это государство, которое не меняется, в котором есть четко установленные семейные отношения между старшими и младшими. И так же, как император, как глава семьи, заботится о своих детях, так же помещики должны заботиться о своих крестьянах, а так же начальники ведомств или министерств должны заботиться о своих подчиненных. Вот такая структура патриархальных отношений и была идеалом построения регулярного государства в царствовании Николая I. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok